Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Как вы помните, Тимур Гарафуддинов долго не мог выбрать между Сашей Харитоновой и Кристиной Лисковец. Поэтому девушки решили, что хватит играть с их чувствами и сделали все по-своему, отказались от него сами. Потом Тимур объявил о том, что он намерен сдержать обещание жениться на одной из них за татуировку в его честь. Его избранницей стала Саша Харитонова. Саша простила Тимура и готова выйти за него замуж. Федя Стрелков в отношении с Кристиной Лисковец тоже поставил окончательную точку. Он ухаживает за Машей Чужаковой. Он пишет «Я долго терпел все выходки Крис в мою сторону. В конечном итоге моя симпатия переросла в отторжение. Раньше во мне горело пламя, теперь не осталось ничего». Федя и Николас Карапанайотис, которые раньше дружили, сейчас практически каждый день ерутся из-за Маши. Николасу тоже она нравится. А теперь о том, что происходит на Сейшелах. Если верить новостям от Татьяны Владимировны, то буквально через несколько дней на островах появится еще одна участница. Мама Димы Дмитриенко мчится из Владивостока, чтобы защитить своего сына от дьявола в юбке, от Ольги Рапунцель. А Оля начала преподавать Николасу уроки обольщения. Они проходят дистанционно, она сидит перед плазмой и эротично поедает клубнику. Николасу нужны эти уроки, чтобы завоевать Машу Чужакову, а Оля же преследует цель заставить Диму ревновать. Но сам Дима нисколько не беспокоится, ему все равно, как проводит время его девушка. Саша Гозиас устроила романтик своему парню Косте Иванову. Она пишет, устроила пупсику романтик, боялась, что не понравится, но он кайфует на розовых подушках и с цветочками. Бывший муж Гозиас Илья Кратков прилетел из Таиланда один без своей подруги Маши Бухун и, судя по их постам в соцсетях, они уже не вместе. Кратков проводит время со своим другом и они постоянно приглашают девушек в свою компанию. Также пьяный Илья звонил своей бывшей жене и сообщил, что собирается лететь на Сейшелы, чтобы строить с ней любовь. А теперь о бывших участниках. У Насти Лисовой новая прическа. Сравните, как было и как стало. Лисова пишет, по-моему, я помолодела. И Женя Гусева сменила имидж, а отныне она блондинка с коротким стильным каре. На ТНТ показали фильм «Бармен» с участием Ольги Бузовой. Приятная, хорошая комедия. На канале НТВ прошел эфир программы «Говорим и показываем», как стать миллионером. В ней принимали участие Гобозовы, Терехин или Берж. Алиана и Саша Гобозовы планируют устроить пышную свадьбу в конце весны или летом. Как вы помните, они месяц назад зарегистрировали свой брак. Алиана объяснила, почему они откладывают свадьбу, просто они с Сашей погружены в работу, им не хватает времени все организовать и спланировать. Настя Кивушкина интригует своих подписчиков. Она пишет, есть у меня для вас маленький сюрприз, еду все обговаривать. Конечно же, это может означать все, что угодно, но поклонники Насти очень хотят ее видеть на экране и надеются на то, что она ездила на Дом-2, чтобы вернуться на проект. Диана Чепизубова вернулась в Москву, она два месяца провела в Красноярске. Диана пишет, встретилась со своим начальником солдатовым, он ругается, говорит, на работу не хожу два месяца, но не увольняет. Диана работает в его магазине. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!